Открыть можно Cmask прямо из-под проекта, правильный путь, да, если вы работаете над одним проектом не несколько человек, а как бы один человек, то прямо отсюда открываем, тогда репозиторий подхватывается автоматически, никаких проблем. Если мы открываем его прямо стендалоном, то просто надо указать, будет файли к репозитории, и все, тут больше никакие проблемы. Тут можно, опять же, открыть, смотрите, какая вообще поддерживается идея, в силу того, что эти две раздельные среды, вы можете действительно, в принципе, вдвоем или там втроем работать над этим проектом. Один создает интерфейс, а другой рисуется в стратегии. Вы можете маски вообще рисовать, отвлеченно от проекта, а потом, когда у вас будут все переменные, вы просто привяжетесь к нужным полям, и все. Уже, как бы, создать меню там подвижное, да, не ссылающиеся, например, в поля с теми переменами, которые еще не объявлены, да, вы можете. А когда появятся эти переменные, тогда, понимаете, когда человек будет работать у вас в стратегии, и как только он нажмет там build, и build пройдет успешно, и значит, внизу будет написано, что репозиторий обновлен, так эти обновления немедленно будут в этом файле. Если человек, который подключен к нему, работая, скажем, с C-маском, он увидит это сразу, то есть он просто будет, он только что брал список переменных местных, да, а репозиторий, как только обновился после работы компилятора, так у него эти обновления сразу есть. Я просто на своем компьютере расшаривал, а на соседнем я брал, из-за особенности. Поэтому здесь, смотрите, есть два пути. Так, вот, допустим, C-маск. Первый путь, когда мы работаем с, вот, скажем, с проектом, который уже начат, да, вот, когда он слышит шаблон, он уже начат, да, берем файл, open, там, project, да, и говорим, что вот, а, интерфейс с AVA3, девайс 1, вот он, проект. Вот он здесь открылся, да. Так, файл, call solution. Второй вариант, это когда мы вообще работаем с чистого, да. Мы берем, да, мы берем файл, new project, да, говорим, где он. Здесь, видите, мы указываем файл репозитория. А репозитория хранится все время у нас есть в каждом проекте, вот наш, наш общий, вот наш solution, наш проект. Видите, здесь есть configurations папок. Внутри будет столько папок, сколько у вас там контроллеров, да, и вот этот девайс, там, или как у нас назван объект девайс, там, может быть, другим именем, вот этот файл с решением OTR, это есть репозитория. Вот он здесь. И все, дальше все эти данные, они уже будут видны этому проекту для C-Mask. Единственное, что он здесь будет пустой, потому что мы здесь как бы создаем новый проект. Мы не открыли тот, который в шаблоне был, а мы просто создали новый чистый. По большому счету, мы можем создать несколько интерфейсов разных для нового проекта. Вот отсюда. Вот это вот, здесь уже этого делать не надо. Когда вы его прямо из-под сестра дочи открываете, значит, здесь у нас ресурсы, здесь у нас будут картинки. Ну, здесь уже есть какие-то картинки. Это обычные файлы BMP, черно-белые, здесь требования, чтобы они были черно-белые. Максимальное разрешение у них, естественно, не должно превышать разрешение дисплея 132 на 64 точки. Добавляются, в общем, кнопочкой Add, ресурс, находим, где он. Сюда замечательно подходят те же самые изображения, которые есть в папке установки в Antul. Вот здесь вот есть папочка в Antul, да, ну, это обычная, там, где стоит Image Library, и там вот для PGD всяких иконочек нарисовано. Да, поэтому здесь вы можете спокойно этим пользоваться. Если они вам не сразятся, добавляйте свои. Ну, полосочки по-любому в меню рисовать, ну, полосочки в меню рисовать здесь уже есть. Поэтому этого не нужно. Значит, давайте начинать. Здесь, по большому счету, подход, ну, практически полностью повторяет то, что был в Antul. Здесь развито намного лучше. Это написание самого кода, который будет выполняться, предназначать все клавиши. Здесь, на самом деле, сделано по-другому. Здесь вы сначала пишите этот код. Функции совершенно, ну, отвлеченные, оторванные от клавиши. Просто вы говорите, что эта функция будет выполнять тот и тот. Она не обязательно даже будет выполнять переход с маска на маска. Может быть, она, эта функция, вычисляет что-нибудь. Или прям проверяет, как бы, как в отлоне значения, говорит, что случится то-то и то-то, и запишется в такой перемен. Ну, вот. Дальше вы эти функции используете... Вы просто присоединяете к клавишам в тот момент, когда вам это необходимо. Ну, вот, как пример. Вот, допустим, у нас есть странички. Страницы здесь аналогично сделаны, как в... вон ту, здесь никаких особенностей нет, но страничка main. Вот, например, Carrel Logo, да? Ну, маска, например. Видите, у меня здесь всегда виден Keybinding Editor, да? Раньше как это делалось? Вы нажимали кнопку, у вас всплывал редактор, и вы там писали код. Нет, здесь не так. Здесь код уже написан. Код был не привязан к тому, ну, к конкретной маске, да, и конкретной кнопке. А вот здесь, когда вы выделили, допустим, маску, вы сказали, что эта кнопка будет с такой функцией работать. Эта кнопка с такой, эта с такой, и так далее. Просто назначаете на ходу. Вы, в принципе, здесь имеете те же самые функции по умолчанию. То есть, поле Move никто не отменял, как говорится, да? И все, что вы делали раньше по умолчанию, то есть, в поле Move курсор двигаемся по лупу, кнопкой вверх-вниз, или, если у нас есть поля от чтения записи, можем нажать Enter, курсор будет перемещаться по этим полям, сохраняя значение, перемещаться, пока снова не вернется в Move. Это по умолчанию осталось. Все остальное, естественно, вы дописываете сами. Но как это здесь, в общем, реализация здесь намного более удобна. Add the block sheet. Все, вот она, наш sheet. Откроем. Как и в Antoo, панели свойств, здесь это инструмент, поэтому закрывать все смысла нет. KeyBindingEditor это инструмент. Значит, как добавить на лист эту маску? Находим инструментарий, берем инструмент mask, перетягиваем. Вот, бросаем все в маску. В свойствах можем переименовать. Вот, дальше. Если у нас маски в лупе, sorry, я не сгинул. Если у нас маски в лупе, вот таким образом, то сверху вот эта вот икона лупа, она обязательно нам нужна. Иначе этот цикл работать не будет. Внутри цикла выполняются правила ровно такие же, как в Antoo. Есть у курсора по умолчанию. Причинного кода вы нигде не увидите, даже там, где весь код пишется, он ведь скрыт. То есть, если курсор здесь, в поле Move, значит, мы по лупу двигаемся кнопкой вниз-вниз, кнопкой вверх-вверх. Все маски закончились, перешли на самую, на крайнюю сторону. Если есть поля чтения запись, нажали Enter, перемещаемся на поле чтения запись. Кнопкой вверх-вниз теперь меняем, Enter сохраняем. Сейчас мы это сделаем. Давайте добавим сюда, например, как добавить сюда поле, поле с переменой. Ну, или давайте, давайте, давайте с текстом. Текст. Перетаскиваем просто инструмент текста. И тут раз, и нам не пишут по-русски, зараза, да? Ну, не хотят вообще, а это по-русски, по-русски не пишут. Ну, здесь правила очень похожи на OneTool, да? Берем, значит, но, смотрите, у меня здесь языков несколько, знаете, вот они, языки перечислены, это в шаблоне. Надо бы, хорошо бы, так бы, для порядка русский добавить, да? Нам бы сначала русский слой добавить. Да, его нет. Да, значит, смотрите, Layout, кликаем правой кнопкой, выбираем Languages. Здесь вот, правда, сделано не тонко. То есть, надо очень коротко кликнуть, и все равно правой кнопкой. Так, Ru выбираем, вот он попал сюда. Ну, смотрите, я, например, обычно делаю так, русский делаю по дефолту, чтобы здесь, например, всегда был первым. Остальные языки, ну, они тут условно нужны, я их оставлю, но в целом условно нужны. Все, здесь этого достаточно, можем закрыть. У нас просят сохранить, мы даже сохраняем. и пишут, что изменился порядок языков. Да, там все я его поменял. Вот он, наш русский, по умолчанию здесь, чтобы не забывать переключать, знаете, сделаешь в конец, вот постоянно забываешь переключать. Потом выясняется, что не в том слое, ты... Дальше, значит, в этом слое мы подключаем. просто выделяем лист, как обычно, в global, в global, в Google, меняем carl term int, а carl term ist. Все. Теперь по-русски мы с вами написать сможем, берем текст, говорим, что это температура. Смотрите, в панели свойств, всегда свойства того, что мы выделили в данный момент. Если вы хотите, чтобы у вас шриф был везде по всему проекту, вам надо выделить лист, то есть global code, и здесь пример. из нового инструмента scrollable text. Вы понимаете, очень мере она двигается, и на это нельзя повлиять, ускорить там и так далее. А, ну, раз вам понравилось, ну, я рад. На самом деле, длина этой фичи, она вот здесь регулируется, через 8. Видите, 20. Вот она ползет. Честно говоря, если она с такой скоростью ползет по контроллеру, она теперь вся уползет, и только появится она раз, вся появится снова. Так, давайте добавим variable. Берем просто инструмент variable и добавляем. И поставим галочку. Вот на UE ставим здесь галочки. Да, на UE. Просто, да, компельнуть, и там у вас все появится сразу. Я вообще обычно префикс им пользуюсь, переменами, переменами, с ними намного быстрее, проще фильтровать. по умолчанию. сейчас, сейчас мы все расскажем, все покажем. По умолчанию, для переменных Reel всегда предлагается вот такой формат. Если мы хотим его изменить, мы берем свойства, вот видите, формат. можем вызвать на редактирование и говорим, что значит, у нас будет два знака спереди, до запятой, и один знак, например, после. Эта галка, вы показываете, не показываете, ведь незначащие 0 и здесь. допустим, у нас 1, а мы поставим галку, например, 0,1. Расставляем для каждого конкретного поля. Здесь перемены, всегда, всегда, в Cmask, всегда думают, что все перемены, чтение записи, по умолчанию. Поэтому здесь, например, надо Only Output поставить. Окей. Вот и, собственно, плюсик, плюсик в Reel не убрать. Для переменок типа Reel плюсик и вещи обязательно. Ну, то есть, отображение со знаком, возможность отображать со знаком, вещи обязательно и неотменяемые. Дальше, допустим, у нас есть такая вещь, как уставка, например, да? Естественно, градуси и Цельсия традиционным образом, через CharMap, да? Выбираем отсюда знак, нужный нам. Я не буду расставлять. Значит, тоже Variable, значит, Set Point. Вот. Здесь, смотрите, что касается, допустим, уставки, ну, и параметров, которые мы можем менять, чтение записи. Ну, естественно, они могут быть отредактированной формат, форматы, так же точно, как и для всех остальных. Данных тут стоит оставить input, а вот тут, ну, немножко загрубить. Так, окей. смотрите, ограничения. Так же, как в Antool, минимум, максимум задаются, либо константами. Потому что, допустим, вам не нужны отрицательные значения. Здесь мы плюсик этого убрать не можем. То есть, мы не можем сделать только положительную область, нам просто не позволить. Здесь. Кстати, в принципе, никто не мешает убрать попробовать этот плюсик здесь. Но, теперь это считается ошибкой. Нет, вот мы можем здесь ограничить. Да, да, прямо здесь. Это может быть либо переменная, либо, либо константа прямо здесь в Simas. Эти ограничители действуют только на интерфейс, через сеть, например, или там в стратегии она может вычислиться совершенно другой. И она здесь будет отображаться нормально, корректно. Это значение. Другое дело, как только вы нажмете кнопку вверх, перенесете курсор сюда, нажмете кнопку, тут же загонится обратно в эти рамки, которые мы вблизи определили. То есть, вот это ограничение действует на интерфейс. Надо выбрать правильное поле. Для переменных рил, сейчас мы дойдем до классов, я вам объясню. У нас здесь, как вы видели, есть вариант, сделать здесь, 4 даже знака. Здесь есть сумма, короче, теперь я могу 5, да, но вот, здесь, в общем, сумма знаков ограничена только на экране. То есть, раз, два, и пять, значит, 7 знаков на экране, да. Если я хочу показать больше после, десятичную точку, значит, я должен пожертвовать переднюю часть, ну, целую часть. другое дело, ну, мне очень понятно, в принципе, я обычно вот таким ограничиваюсь, да, потому что, ну, у нас здесь не такие точно, бывает, один такое дело, просто нет, просто бывает, значит, перегретая вода, там, три приходится, показывает, ну, а так, в общем, мне хватает, потому что, и точность наших датчиков, да, например, может, для каких-то других целей стоит показать, десятисотые, тысячные, и так далее. Когда работаем с барами, там, наверное, целесообразно можно показать, потому что, все-таки, датчик измеряет, ну, теперь, 0-10 бар, ну, на самом деле, реального, конечно, точнее измеряет, там можно показать, а с температурами, дальше, смотрите, что касается, смотрите, как только я здесь поменял, M2, видите, у меня здесь сразу класс автоматически поменялся, этот класс подразумевает, когда инкремент, декремент по одной сотой, а этот класс сразу целыми десятыми, то есть у нас сотые будут игнорированы, сразу десятыми будет листать. Если я уберу вообще отсюда, видите, у меня сразу целыми будет листать, причем класс, видите, меняется. Там написано для рилов, системных классов, аж, это самое, 4 штуки, вот они там, с нулем, с единичкой, с двойкой, с ройкой на конце, соответственно, можем менять по целому, целую часть только, по одной десятой, по одной сотой, по одной тысяче. Ну, оставлю одну десятую. Смотрите, да, регистр верхний и нижний, нижний отображается перемен только для чтения, а здесь чтение записи, это оставлено как прежде, как в антуре, значится дальше. Ну, теперь мы умеем, теперь умеем. Допустим, я хочу, как и раньше, допустим, вместо того, чтобы у меня, например, там у меня юнит статус, как у меня сейчас, а здесь, а шрифты некрасивые, я говорил за мной, он говорит, он сослался на то, что у них мыло, у кого-то на одном из компьютеров, что-то заработало не так, какая-то буква там пропустилась, еще-то, поэтому, говорит, если вам нравится этот шрифт, поставьте его там у себя сами. Значит, смотрите, special field раньше были, да, теперь это называется класс. Как бы вы, сначала, значит, класс создается в редакторе классов, вот он, кликаем просто за окном, вот, а потом, значит, уже используем, не как раньше, создаем класс параллельно сначала, мы его используем. Сначала, значит, класс продумываем, создаем, и его используем. Здесь фичи все ровно те же самые, что были в Antool, только единственное, видите, здесь в редакторе удобно сделано в одну строчку. Класс называем, как хотим. Дальше, определяем формат поля, это будет booleo переменение, integer, или real, да, назначаем вот все эти отображения, да, перемены. Дальше, enable on свойства, знаете, да, прячем, показываем. Дальше, ресурс used on int аналогичным образом работает, наполняем эту таблицу, да, соответственно, ну, ну, ресурс used on bull работает ровно аналогичным способом, field text, если пользовались здесь когда-то, работает точно так же, char map, только, точно накликать по-русски можно только, ну, вот, но я обычно не накликиваю, здесь не удается сразу выбрать русскую клавиатуру, понимаете, field text, он тесно связан со свойством enable on. Смотрите, допустим, у вас есть параметр, который при вот таких условиях появляется, а при других, и, соответственно, смотрите, а спереди, перед параметром, есть его описатель, например, температура, или там, уставка, да, в этой конфигурации видна, в этой не видна, но спрятать ее можно другим способом, взять под нее продолжить, булевую переменную, ресурс used on bull, нулю, пустышка, единицы, уставка, да, а здесь подход подразумевает несколько другой подход, сюда вы вписываете текст, это уставка, говорите, что он будет начинаться вот с этого, со столбца такого, то есть координаты определяется, когда он начинаться будет, я обычно не пользуюсь этим, а просто спереди пробелок, ну, но это может быть и неправильно, ну вот, дальше, значит, сюда пишите уставка, и она будет появляться тогда, когда будет активная enable on, то есть она вот связана с enable on, соответственно, отпадает необходимость использовать вот эту дополнительную булевую, да, чтобы показывать и прятать имя, в принципе, все так делают, и я иногда так делаю, когда мне, я нахожу причину так сделать, но, понимаете, здесь дело в том, что как-то, смотрите, когда вы открываете маску, которую вы создали, там, год назад, когда вы видите здесь свое, это булевое поле, да, вы сразу вспоминаете, а, блин, у меня тут текст появляется, а вот это вот, свойство, да, оно никак себя не выдает, у вас висит отдельная, вот, переменная, которая уже значащая, которая прячется и показывается, и, и, и это оно почти никак не выдает, вы должны взглянуть, вот сюда, в свойства, да, где там наш, в общем, когда у вас, допустим, есть переменная, вы смотрите, вы должны взглянуть в себя свойства, ничего вы здесь видите, ничего вы здесь не увидите, ничего здесь не увидите, потому что, если раньше, хотя бы, в Antul, там было это свойство, fill text и enable on, вот здесь есть только класс, вот вся маска в ней видна, да, здесь видно только enable on, это мы прятали маску, в поле, видите, мы видим только класс, какой класс, поэтому fill text, понимаете, с одной стороны, да, надо бы знать, что он есть, но вот с точки зрения, воспоминания о том, что он там действительно есть, вот, это не всегда очень удобно, потому что, допустим, у вас прячется слово уставка, а вместо нее здесь висит буллер, какая, булевое поле, то это, в общем, отталкивает вас на мысль, а когда здесь просто ничего нет, вам надо влезть в класс и посмотреть, а что же там, например, там вам, причем вам надо предположить, что у вас есть этот класс, и там кто-то стоит, да, вот как-то так, это все здорово, знаете, работает, пока вы только что, только вчера сделали это поле, вы еще помните, что касается зумирования отдельно взятых строк, да, делается это ровно так же, как в one two, зум-код, берем, выбираем, и говорим, что вот эта строка у нас сольется, да, и уставка будет такой, это делается ровно так же, как в one two, так, поэтому я это убью, здесь вот, что сделано хорошо, сразу, в one two, это тоже постепенно нарастало, это возможность, здесь панели свойств, может править, в принципе, если вы знаете, как это должно быть написано, не обязательно мне вызывать, например, вот эту вот форму, да, и в ней править, я могу, в принципе, здесь добавить, скажем, два, да, прямо здесь, и у меня сразу все поправится, железно это все работает, то есть, вот эта вот вполне рабочая панель, и все, что здесь вы правите, она вполне рабочая, главное точно знать, что, допустим, если вы, я переминал переменную, да, точно знать, что она есть, но правда, единственное, что даже, когда вы точно, даже вы ошибались, у вас и ошибка немедленно видна, и никто не убивает вам это поле, как бы могла сделать в one two, она говорила, что такой перемены нет, ну, ну, правда в one two просто возвращается старая, а здесь она просто вот в красном, в бельмонной, как-то в бельмонной лазу висит, ну, то есть, если бы, допустим, вы какой-то класс здесь не существующий, в печатере, здесь будет то же самое, и так далее, здесь сразу ошибка видна, на самом деле, здесь поиск ошибок всевозможных, все маски сделаны, по правде говоря, круче, чем сестра тоже, если вы, допустим, не запускаете в коде синтактическую ошибку, она подсвечивается не имеем, прямо в путь, ну, вот в ст, вы заметили, вчера мы обращаемся к необъявленной перемене, и это проявляется только на стадии билда, да, здесь нам подсвечивают моментально, что это перемены нет, а в все свити, смотрите, в все стратеджи мы с вами использовали вчера на ст, потому что здесь, в принципе, грубо говоря, другая интерпретация ст, то здесь ст, то ст, но он, грубо говоря, немножко другая его версия, здесь, так, дальше, 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 что тут еще у нас, ну, понятно, что текст из имидж, это такая же штука, как раньше, для китайцев, в принципе, допустим, давайте сделаем, что так, ну, вы хотели, чтобы видно было, компрессор добавить, окей, давайте, добавим сюда компрессор, найдем там у нас, комп, комп, вот комп 1, дальше, control, здесь нельзя, вот, в отличие от C-Suite, сделать так, чтобы, выделили, control, нажали, нажали, сдвинули, скопилось, но control-C, control-V работают, я думаю, будет, я думаю, будет, они это сделают, приделают, потому что все прекрасно знают, что это удобно, теперь смотрите, хочу, чтобы здесь отображался у меня, он включен и выключен, кастомайз класс, можно и так сделать, да, можно и так сделать, можно просто пойти в редактор классов, и там объявить, это в общем, почему, это просто предложили вам имя, здесь на самом деле, все равно, я бы все равно его переделал, класс, допустим, он, он, написал, она просто, это отличается от того, что вы сами зашли бы в класс, только тем, в редактор класс, только тем, что она вам предложила какое-то имя, больше ничем, и тем, что этот класс, если мы сейчас его закончим, я так понимаю, по идее, я ожидаю, что он сразу приклеится ко мне, к этой, к данной, к данному полю, да, но на самом деле, никто, это очень, посмотрите, ну, короче, давайте поправим этот класс, он, так, only output, формат boolean, все окей, дальше, enable он нам не нужно, ресурс UstanBull, давайте, пишем здесь, выключено, здесь всегда надо, здесь, чтобы она по-русски нормально отображалась, вы можете вписать сюда по-русски, но будут только, будут только зябры в дисплей, а если вы вызовете, здесь напишите, и тогда будет, когда зябры здесь, но в дисплей все будет хорошо, ну, эта проблема, она никуда не исчезнет, видимо, никогда, ну, на самом деле, здесь, смотрите, можно написать здесь по-русски, потом, это будет, как зябры в дисплей, потом взять, сделать так, потом взять, сделать так, и все будет так, я просто вызвал на редактирование, и обратно, я жалую, здесь писал по-русски, здесь просто, здесь, а я только что говорил, как сделать, смотри, здесь пишу, шрифт неправильный, вызываю на редактирование, прячу, и вот теперь правильно, ну, смотрите, что я делаю, я просто беру эту кнопку, нажимаю, выбираю из списка классов, свой класс, окей, все, у меня счастливо, ну, для всех остальных переменных тоже, беру, выбираю свой класс, и все становится замечательно, беру, выбираю свой класс, это как special field, раньше, только, вау, я не туда нажал, сори, класс, вот, и последний, класс, окей, в общем, видите, все равно нажимать все надо, потому что ничем не помогло, я делаю по-другому, я захожу просто в классы, беру, и создаю здесь класс, как, видите, эта кнопка, беру себе шаблончик, да, подходящий, допустим, у меня для, для булевых, для этих всех, ну, допустим, для булевых, жму, здесь у меня класс 1, вот, я называю его, там, класс, там, Антон, там, да, латинице, там, вот, Анней, замечательно, дальше, значит, правлю здесь, все это только, в общем, делаю все то же самое, вот, и все, дальше, когда я захожу в свою чудесную маску, открываю поле, здесь у меня класс по умолчанию, как правило, буллслоп стоит, который просто, редрайт, и инвертирует переменную, как в Антоне, просто выбираю здесь из списка свой класс, и все, у меня наступает такое благоденствие и счастье, ну, так, раз, так, бы, бы, к, бы, чем, так, ну, здесь на слово компрессор, естественно, теперь вписывай, да, вот, полосочки ставить, да, имидж, допустим, сверху, в заголовок, полосочку, да, выбираю ее из этой, вот, даже, системной библиотеки, там, буквально, мало полосочек, получено, с полосочками, здесь, один косячок, это особенно проявляется в шаблоне, в шаблонных масках, давайте, я даже, вернусь назад, вот, просто на предмете шаблонных масок, так, значит, где у нас тут, вот, видите, здесь ничего сверху не написано, на самом деле есть, вот, если, смотрите, сейчас сделаем, что, control-C, дальше, control-V, эту полосочку, видите, все хорошо, если я добавлю еще одну картинку, сейчас сюда, на эту маску, то у меня опять, почему-то, слои поменяются местами, да, то есть, у меня, вот, вот, свойство, показывать, перевести на задний план, на передний план, опять инвертируется, и все, то есть, пока вот в картинке не добавляю, все будет отображаться нормально, как только я что-нибудь сделаю с этой графикой, с местной, возникает три с того, что у меня опять спрячутся эти цифры, визуально, на контроле и отображаться будут по-любому, а вот в редакторе работать неудобно, ты никогда не знаешь, что там, да, вот нажимаете software support, вот сюда, вот здесь у вас еще C-suite должен, значит, смотрите, что здесь интересного, собственно, дистрибутивы, после 2029, но дальше, библиотеки, это Карел, то, что Карел предлагает, своих закромов, здесь, соответственно, из интересного, EBM, Pabst, и Целябик, это вот эти, управление по Modbus, этими, EC-вентиляторами, дальше, здесь, EVD Evolution, ну, в общем, CPKE, если хотите, я CPKE не использовал этот блок, не знаю, там, какая-то бумажка, вложена во все это дело, но, в общем, библиотеки, дальше, дальше, Demo and Toriel, все, посмотрим, а, смотрите, для всех функциональных блоков, которые предлагаются здесь, в качестве библиотечной, есть Demo, есть Demo, и можно делать так, просто, рассчитано вообще на то, что вы будете экспортировать страницы из Demo, к себе в проект, импортировать, и все сразу, да, и будет работать. тут, обратите внимание, how to import Demo и Library, это документ, я даже не буду его комментировать, потому что я его не могу запомнить, по последовательности, там, на самом деле, надо просто скачать его, и, если вы хотите импортировать, демонстраж, там, списки переменных, там, страницы, там, просто выполнить его по пунктам, как написано. Сейчас давайте посмотрим. Вот, видите, смотрите, здесь есть, src, это код, вот как раз, eqwip, в eqwipе лежат, я вам покажу, уже скачаны свои, вот, в папке, вот, eqwip, лежат дополнительные файлы, там, списки переменных, для модбаса, там, еще чего-то, вот, файлы, чтобы не надо было наливать эти многочисленные таблицы, сразу, делайте, достаете оттуда, сейчас я вам покажу, вот, вот, смотрите, что там в этом, в папке, eqwip, лежат, alarm table готовый, dev файл готовый, даже programs, а, ну, programs, это, это самое, это готовая страница, да, для импорта, конфигурация для терры, и маски для интерфейса, вот, в этом документе, в этом документе, how to, да, вот, 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 импорт, здесь расписано, вот, эта последовательность, что надо сделать, просто ее надо выполнить, больше не выдумывать, ничего, и, и все сразу будет работать, лучше всего, конечно, импортируется в шаблон, но и в пустышку, тоже импортируется нормально, вот, допустим, здесь, demo.cpe, вот, и вот здесь, они обязательно есть, а этот, готовый, исходник, есть отдельный файл, импорт экспорт, апшники, есть, поиграть нам, и так далее, дальше, смотрите, документы, что здесь, ну, здесь, в общем, сами почитаете, я еще не лазил, тренинг, вот, это презентаха, на которую я часто ссылаюсь, она, вот, здесь, это учебная презентация, который Павел Замо проводит, там, документ с картинкой, довольно объемистый документ, такой, вы ставите, вы ставите, там, в принципе, все практически то же самое, что я вам говорил, есть, ну, плюс, есть еще немножко больше, даже, вот, дальше, templates, вот здесь, интересная штука, ну, во-первых, этот шаблон здесь лежит, да, который мы пользуемся в проекте, а самое интересное, веб-кит, это то, чем мы пользуемся, когда видим веб-интерфейсе, вы скачиваете его, вот, допустим, HTTP 1.4, да, так, просто отсюда скачиваете, и кладете туда, вот, в папку HTTP контроллера, и все сразу работает, вот только его надо будет распаковать, если будете руками класть, то его надо будет распаковать сети файлы, и они там находятся, вот, вот этот файл, вам надо бы вот это вот, положить прямо в папку HTTP, ну, вот, а есть другой способ положить туда пресса, в принципе, и архивом, прям можно, который сам распакует, но, на самом деле, эффективнее распаковать и положить быстрее, просто будет, так, ну, давайте продолжать, так, с классами, с классами, с классами, с классами здесь более-менее, да, все понятно, все как было, короче, по большому счету, если надо класс удалить, просто выделяем, удаляем, если на основе этого класса хотим создать очень похожее, но, грубо говоря, место включено, выпущено, нажмем клон, нажмем клон, она его клонирует, создаем имя, новое здесь, и, значит, дальше правим там, что надо, поэтому с классами будет все более не ясно, так, дальше, вот, теперь, как же у нас пишутся эти функции, которые используются при нажатии клавиш, для этого есть специальная область, вот, ст-код, если бы это не был шаблон, здесь бы ничего практически не было, было бы только одинокая вот эта функция time loop, time loop, и она один внутри пустой комментарий, и end function, все, больше ничего не было, больше вот этого бы ничего не было, это все, что нам прилетело с шаблоном, здесь, уже комментирование поддерживается, и однострочное со слэшами, ну вот, значит, давайте сначала, в, в отличие от той версии, ст, которая имеется, на стороне, сестра, также, здесь, по-другому, объявляются перемены, здесь они объявляются традиционным, более-менее, таким, для ст, способом, открываем секцию, допустим, var global, объявляем здесь перемены, для чего здесь нужны эти перемены, в принципе, вот те перемены, которые мы, объявили в сестратеджи, отметили галкой user interface, их здесь не видно в этой таблице, в этой, в этой, в этой секции объявлений, они просто есть, они объявлены по-любому, здесь объявляются перемены, которые используются только в семасте, и они не доступны, ни сестра, ни сестра, ни сестра, ни сестра, обычно эти перемены, носят служебный характер, допустим, нам нужен какой-нибудь индекс, для того, чтобы запоминать, из какого меню мы перешли, чтобы потом вернуться туда, вот такого плана, здесь создаются перемены, если вы обходитесь без них, вы можете ничего не создавать, это отвлеченно, это пользовательские перемены, это не системные, не какие-то пользовательские имена, придумываются произвольно, и так далее, объявляются они традиционным для СТ образом, такая-то переменная, двоеточие, тип данных, и если есть initial value, то присваиваем, если нету, значит просто точка запутает, дальше желательно оставить комментарий, ради чего было сделано, не оставили, но ваше право, как говорится, потом будет засунуть, здесь вот, все, что используется в шаблоне, здесь подобъявлено, и все прокомментировано, если вы хотите добавлять ваши, вы либо в конец, добавляете, ну, в середину, неважно, в любое место списка, либо создаете еще одну секцию, там varglobal, и добавляете свои переменные, это уже ваше право, дальше, здесь прокомментировано, в принципе, практически все, по секциону, что, где исполняется, давайте теперь обратимся, к такой интересной штуке, ну, будем листать, короче говоря, это дело, по порядку, значит, ну, здесь понятно, область объявлений, здесь, в общем, все ясно, теперь, вот эта хитрая функция, системная, которая всегда есть, даже в пустышке, timed loop, но в пустышке, она пустая, один внутренний комментарий, здесь она, видите, набита каким-то функционалом, что такое, timed loop, эта функция, выполняется, один раз в секунду, вот, собственно, и все, если вам надо, что-то, чтобы автоматически, происходило, помните, здесь нет, вижу, virtual keep, вот, как было в ванту, идеология же, что си маска, что маск эдитора в ванту, она какая, что-либо происходит, если вы нажали кнопку, кнопку не нажали, ничего не происходит, потому что функции привязываются к кнопке, вот, в ванту, если вы хотите, например, чтобы у вас вдруг уехал сообщение, вы для этого используете virtual keep, некий имитатор, нажатия кнопки и переходит переменная земля в единицу, здесь этого нет, здесь вместо этого сделан time loop, это системная функция, которая просто выполняется раз в секунду, соответственно, чтобы во что-то произошло автоматически, вы просто должны свою функцию, в тело функции добавить, ну, как просто функцию, да, либо дописать сюда, скажем, текстом прямую, да, и какие-то команды, там, low to mask, такое-то, ну, конечно, лучше через if, потому что она автоматически каждую секунду выполняется, если вы просто добавите сюда low to, она будет каждую секунду ссылать на одну и ту же маску, поэтому там, если if, если произошло то-то, то тогда, значит, low to mask такое-то, и этого будет выполняться каждую секунду, это заменитель virtual keep. дальше, значит, ну, здесь как бы вопрос творческий, например, если вам нужен счетчик секунд какой-то, да, вот реализуется примерно таким образом, видите, каждую секунду он у вас инкремитируется, и дальше где-то функция, которую использует if, dtqm, например, достигла того-то, только, если вам нужен какой-то свой счетчик, лучше не используйте родную, уже используемую здесь, потому что она на каком-то этапе может какой-то функции сбрасывать, и она может не досчитать до того места, которое вам надо. Вот она здесь используется, здесь, 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 она много где используется, поэтому я к этому счетчику свое продавать не стал, даже без анализа, дальше здесь есть еще поиск я не сказал по поиску вчера вопрос задали здесь edit ну здесь говорим где будем искать вот она используется у нас здесь вот она здесь списке переменных она нашлась необычно два монитора поэтому меня вот эта форма обычно в другом мониторе она нашлась еще вот здесь то есть она везде ищется здесь в общем никаких таких особенно здесь только одна объявление перемена здесь не через таблицу объявляются более традиционным образом а сама функция пишется в общем более или менее традиционно мы говорим что вы все функция да здесь вот это смотрите здесь подсказка немножко по-другому работает набираю здесь она сама видите не вываливается я control space нажимаю вместе предлагает варианты если они есть либо просто дописывает если вариантов ровно один значит называю функцию как-нибудь здесь следите чтобы у вас все-таки не было такой в одном my phone например вот средние буквы большая 2 маленькая это скажем смотри я здесь напишу my phone вот так а где-нибудь в другом месте ее буду использовать сюда добавлю до my phone только вот в другом и попилятор тут потеряется а почему у вас пронумерованы строки хороший вопрос смотрите это делается через меню tools options здесь вообще всяких много настроек которые стараюсь не трогать но я хотел чтобы строки были пронумерованы я здесь порылся и нашел свойства вот текст editor ст вот это line numbers обычно я вообще в эти менюшки эти не лазит потому что требует очень много времени там слишком много разных настроек чтобы менять цвет какого-то квадратика я должен там потерять полдня чтобы разыскать настроек и всего лишь ради цвет в квадрате создаваем альфонскую к примеру но она может быть там go to go to да это control пробел я нашел я просто я в принципе мог его сразу нажать да и вообще все-все-все это неудобно потом значит go to mask вот это системная открываю скобку и говорю там mask пишите вот все как привыкли всегда одинаково и вам будет хорошо и ей будет хорошо так go to mask скобках mask опять там все маски да mask один вот я сам создавал да . запятой ну и в принципе если нечего больше написать и так здесь можно и так и так здесь это все корректно работает смотрите есть я что-то несуществующее подкладываю она она мне видите моментально подчеркивает ошибку маска есть не подчеркиваем маски нету подчеркиваем она там быстро очень находит поэтому здесь можно печатать совершенно спокойно не обращаясь вот в этой системе выпадающейся вы хорошо печатаете может быть вы быстрее напечатать ну вот как теперь использовать эту функцию да вот написали а пока никакой клавиш не привязана просто есть ну первое как использовать добавить эту функцию в другую функцию или в множество других функций ну это очень просто я я просто сейчас добавлю убью потому чтобы не ломать алгоритмы существующие так просто так она в май май фунт вот она один все эти аргументы там если у меня нет входных переменных функций это просто пустой аргумент если у меня есть там вначале функции war in там и там что-то перечисленные от этих переменных что-то зависит если объявлены переменные внутри функции здесь соответственно будет аргумент все вот таким образом я здесь ее закомментирую чтобы она но я закомментировал ее чтобы она знаете сейчас эта функция смены даты да вы поменяете дату нажмете enter и у вас там не нас перепрыгать будет на какую-то левую маску я просто добавил в первую попавшую второй вариант значит использовать эту функцию внутри этой функции эту функцию в свою очередь использовать внутри другой тут внутри там пятый шестой и так далее можно написать функцию у которой есть внутри как вот можете вообще смотрите шаблон это помимо того что абсолютно работоспособный интерфейс какой-то часть интерфейса здесь это хорошая шпора шпаргалка для того как в принципе как можно делать смотрите ничто не мешает вам допустим сделать следующую функцию допустим партам в один и в конце значит здесь может быть список перемен да n2 понятно теперь мы говорим допустим строим функцию дальше допустим кейс в один опт так значит допустим 1 и 2 а Вот так. Я показываю пример, что функция здесь может содержать еще входной параметр. Поэтому, когда я буду ее выполнять вот здесь, я уже буду обязан указать входной параметр. Программка-то уже заметила, что я там работаю с параметром. И уже, видите, пустые скобки мне подсветило, что они как косяк. Допустим, я пишу здесь 1. Соответственно, в этом случае я нажму, допустим, смутно, когда мне поменяют дату, она перейдет на маску 1. В другом месте я эту функцию использую с двойкой, она перейдет на маску 2. А если, скажем, будет какой-то другой аргумент, там, скажем, 40-56, то она, по идее, должна перейти на main маску. А ну, в это, выполнить функцию go to main. Это я просто в качестве примера привел. Здесь складные параметры все нормально, работают. Нет, раз секунду, трусится вот та программа вверху. Вот эта функция time loop. Да, вот только она. А все остальное работает просто как отдельные функции. Да, поэтому, смотрите, эти функции вы можете использовать а внутри других функций, да? Как вот здесь я сделал. Вот я залез сюда, да, ну, я просто закомментировал, чтобы не работал. Б. Допустим, у вас есть VoxShift. Допустим, у вас есть там... Чтобы придумать. Давайте еще одну маску. Допустим, я нахожусь вот в этой маске, да? В этой маске, нахожусь я в этой маске... Маск, текст, пускай будет болтаться. И говорю, что в этой маске, если я нахожусь... Вот для кнопки PRG, да? Выбираю функцию. А, смотрите, вот функция с параметром. Можно использовать только внутри других функций. Да, да, смотри, здесь я имею возможность этот параметр назначить. А то может быть переменные и константы, неважно. Здесь я имею возможность только выбрать из списка и не имею возможность назначить параметр. Здесь можно использовать только функции без входных параметров. То есть, функция, которая, помните, первый раз у меня была сделана. Давайте я... Поэтому, если у меня вот этого бы не было, то все бы хорошо было. Вот здесь, как ни странно, эти функции, они по алфавиту. Здесь все хорошо. А вот, когда мы выбираем от здесь, для кнопок функций, то тогда они здесь, смотрите, первые системные функции, которые просто не видно, они написаны до нас. Вот до таймлуп. Начиная с таймлуп, уже функции в том порядке, в котором они написаны здесь в коде. То есть, если я хочу, допустим, написал функцию и хочу ее поднять в этом списке, я просто должен ее написать где-то поближе к началу. Ну, смотрите, здесь я думал об этом. Я думал, ну, может быть, мне просто в шаблоне руками функции просто по алфавиту здесь раскидать, чтобы они здесь по алфавиту. Но обратите внимание вот на что. Здесь в шаблоне они разбиты как бы на зоны. Вот все, что в таймлуп. Вот оно. Дальше. То, что внутри таймлупа, другие функции, которые используются внутри функции таймлуп. Вот они здесь тоже выделены в отдельную у них область. Они начинают называть с разных букв, не по алфавиту. Дальше, значит, у них идет секция, в которой они описывают, как они меняют языки эти. Опять же созданы функции. Дальше у них аларм манеджмент. Вот это вот часть кода, которая полностью управляет чтением из баз данных с алармами. Читает все эти коды и так далее. Здесь она вся прокомментирована и использует эту часть системные функции, которые описаны в хелпе. То есть, хелп, view help. И мы можем зайти вот сюда. Программинг кис. И стейтмент лист. Вот здесь вот эти все функции, getAlarmInfo, getAlarmLogInfo, getAlarmLogStort и так далее. Они все, в принципе, продокументированы. Заявлены нам синдзо, написано, что она делает. Но, глядя на то, видите, она здесь с тремя параметрами, а шпаргалку. Но, глядя, в принципе, в шпаргалку, в общем, достаточно легко разобраться, как это все работает. Вот, checkActiveAlarm, например. Ну, там какой-то параметр, я сейчас не помню. Но она просто в основном, здесь, она просто смотрит в счетчик в тревог, который сейчас активный. И смотрит, если он больше нуля, значит, активные тревоги есть. GoToMask ActiveAlarm. Ну, здесь она подставляет в эту маску передворительно последнюю, допустимую тревогу и так далее. Если, значит, else, то есть, N-Alarm, значит, грубо говоря, не больше, чем 0, то есть 0, по всей видимости, не меньше. Но, значит, все, no alarm, все. Здесь, в общем, логика, железная. Счетчик пустой, или счетчик имеет значение. Ну, и там, таким образом, здесь все работает. Это хорошая, как бы, зарядка для того, чтобы просто проанализировать, разобраться, как этот алгоритм работает. И он весь прокомментирован. И, если необходимо, изменить его под себя любимым. Здесь весь alarm management, здесь, в двух масках, в вашем секторе, в двух масках сделан. Вот маска, активные тревоги. Вот все поля, там, код маски, там, вот эти наши сэмплы, да, это их описатели, а это сами сэмплы. Ну, вот, это дата, там, и время возникновения, этот код тревоги. Код, это, собственно, вот он, alarm code. Это, в тревогах. Вот он, этот индекс. Все маски, это вот, alarm code. Вот, отображается здесь. Его можно использовать, как я говорил, уже вчера, для себя любимого. То есть, видите, здесь, изначально в шаблоне только под, сделано под, под, под рилы. А мы же потом можем, по большому счету, писать любые, хоть рилы, хоть интеджеры. Соответственно, мы говорим, что мы, наша задача только знать, что вот здесь, в код, с такого по такого-то мы записали, например, типа рил, а с другого по другой, там, типа интеджер. Соответственно, здесь, сюда, вот, в этот код, мы, когда читаем, мы добавляем просто кусочек. Там есть возможность, эти, где, вот, в том месте, где он сэпплит, сэпплит, читает. Вот. Если я, короче, там записан, если там значение больше нуля внутри, значит, мы говорим, ну, отличное от нуля. Значит, мы говорим, что, ты самое, и, допустим, у Софи, код тревоги находится в зазоре от, там, такой-то до такой-то, значит, покрасит поля типа рил. А если он находится в этом самом, в коде, в зоне от такой-то, такой-то, значит, показывает типа интеджер. Сейчас я вам покажу. Где он говорит, показывает, не показывает. Сейчас. Так, это у нас Reset. Это у нас Scroll Alarm. Вот, собственно, здесь вот он, значит, говорит, что, значит, ИФАЛАРМ такой-то, такой-то. Значит, проверяет, есть ли тревоги, собственно. Дальше, 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 дальше. И вот здесь он читает GetAlarmInfo. А здесь у нас GetAlarmInfo. Не, не, сейчас. Он должен где-то читать, где-то sample показывает. Ну, вот эти перемены, которые он нас называет, там, samples. Ну, нафиг, это как, понимаете, да, пустая функция. Ничего не делать. Потому что иногда получается, что команда какую-то поставить нужно. Просто по синтаксису. А делать, а здесь ничего не надо делать. Не поставить команду нельзя, да. И они придумали эту системную функцию. Ну, нафиг, ничего не делать. Вот, вот, есть внутри отдельная функция, которая проверяет. CheckStoreVar. То есть, она берет вот эту функцию, системную выполняет. Смотрит, есть ли там вообще. Видите, если оно значение не равно внутри нулю, значит, она поле показывает. Если оно равно нулю, если else, значит, ну, то есть равно нулю. Значит, поле не показывает. Наоборот. Фишка в том, что сюда вы добавляете еще одно условие. Значит, плюс if, значит, AlarmIndex, нет, AlarmCode равен, там, к примеру, там, 27. Тогда, значит, показываем, значит, поля типа Reel. А если AlarmCode равен 28, показываем поля типа Integer. И все. То есть, у вас здесь в маске будет, здесь будет одно под другое подложено тип Integer, тип Reel. И все. Это с тем, чтобы у вас не рисовалась десятичная точка там, где, в общем, она не нужна. И все. Это как вариант. Я не говорю, что это обязательно делать, но, в принципе, так сделать можно. Я сделал по-другому, я там сделал аж три или четыре условия у себя в каком-то проекте. И у меня вообще здесь еще поля стоят, рядочком так. И показываю, значит, что даже словами что-то пишут там и так далее. Но это вопрос творческий. Здесь надо просто проанализировать этот код, разобраться, как он работает. И тогда вы уже свободно будете им пользоваться этим кодом. Вот в самом шаблоне, собственно, дан минимальная комплектация, грубо говоря, которая железно работает, отображая все эти журналы, тревоги и так далее. Смотрите, у нас функция, мы используем функцию, которая нуждается в аргументе, которая нуждается в дополнительном параметре. То есть, я внутри varIn объявил переменную и сказал, что она будет параметров дать. Входная переменная, varIn. Если просто var, то ничего бы не было. varIn требует. Ну вот. Здесь, вот здесь, keybinding editor, доступны только функции, которые работают без аргументов. То есть, здесь его никак не поставить. Но, понимаете, вот такие функции, в которых есть вот эта часть, нуждаются вот в этой части, которая внутри имеет переменную. Значит, здесь недоступны. Если вы хотите их использовать здесь, тогда вы делаете следующим образом. Тогда вы делаете следующим образом. Вы говорите, что у вас есть функция. MyFunk. Да. Дальше. Внутри этой функции у вас выполняется эта функция, например. Она либо там переменная какая-то сидит, то есть она в зависимости от условий меняет этот параметр. Либо у вас явным, явным образом задан этот параметр, да. И в конце вы пишете nFunction. Все. Вот такая функция, которая не имеет вот этой части. Здесь нам будет без проблем доступно. Вот она. Что я этим хотел сказать, что здесь, в общем, по правде говоря, вот исходя из всех этих вещей, из того, что мы здесь на ST пишем эти функции, отмеченная от кнопок, получается вообще, работа вся эта намного более гибкая. И здесь можно уже наворочить все, что угодно. Единственное, то, что мне не нравится, да, здесь, но правда, описано, что это не поддерживается пока. Здесь не поддерживают циклы. Вот в этой части ST, все маски, не поддерживаются форм, while, repeat, и рекурсия, естественно. Но рекурсия вообще ST не должна поддерживаться. Оказывается, сам язык ST, не то, что кариллская реализация, а ST сам не поддерживает рекурсию. Рекурсия – это обращение функции к самой себе. Ну, в принципе, кстати, и слава богу, она сама по себе неплохая штука, но ее такой осторожнее, так сказать, юзат, потому что все это чревато всякими бесконечными циклами и так далее. Зависаниями контроллеров, звали. А это то, что я отредактировал, она стала зелененью. Кстати, удобно. Там, где я вообще что-либо делал, он везде это сам не мог. А, не сказал еще его что. Давайте скажу, пока не забыл. Бывает, что не хватает кнопок, да, и хочешь, чтобы две кнопки нажимаешь, тогда что-нибудь происходит. Значит, смотрите, для этого здесь есть такая кнопка, как-то ADD SHORTCUT. Нажимаем ADD SHORTCUT, и говорим, что первая кнопка будет PRG, вторая кнопка будет ESCAPE. ОК, появляется еще одна кнопка. И уж для нее точно так же присваивается. Здесь есть 15, и то, 15, здесь только вот этот список сюда добавить, сюда ничего не изменится. А других, у нас, понимаете, нет других терминалов. Возможно, даже наоборот. Я думаю, что, возможно, уберут 15 клавиш, потому что тут активное выдавливание всех на вот эти шестнокопочные терминалы идет, ну, чтобы не производственную программу не доробить. Единственное, что вот это сделано для производителей серийных там чиллеров, потому что, на самом деле, вот эти 15 клавишные панели, они уже практически в розничном прайс-листе их нет. Значит, мы с вами научились добавлять маски. Научились. Добавлять тексты в маску. Научились. Добавлять переменные маски. Научились. Создавать классы. Научились классы. Тоже ровно то же самое, что Special Field было в Антуре. Поэтому здесь, в принципе, особо нечего учить. Тут просто надо в мозгах поменять, что теперь это называется класс. И раньше мы класс создавали, нажимали кнопку, да, тут уже всплывало. И если мы писали код отличный от стандартного, нас заставляли создать Special Field. Здесь чуть-чуть наоборот. Мы, грубо говоря, сначала создаем класс с именем каким-то там, да. А потом берем поле и ему сопоставляем этот класс. То есть очередность другая, а идея та же самая. Значит, дальше. Как писать код. Мы с вами научились. Ну вот. Шпаргалку видели. А здесь вот, например, в этой шпаргалке еще полезная, может быть, такая сразу идея, как создать там меню. Тут просто есть такая секция. Language. Alarm. Так, так, так. Меню navigation. Значит, вот это вот красивенькое их квик-меню, то, что там внизу, вот эта иконочка меняется, когда вы из главной маски нажимаете вверх-вниз, это они называют квик-меню. Соответственно, там меняются только иконочки. Только иконочки. И, значит, вы выбрали set, допустим, нажали enter, попали сразу без пароля в set. Выбрали info, нажали без пароля в info. Это то, что работает без пароля напрямую. Там немножко входа тут написано. Ну, вот, собственно, тоже выбор пошел. Ну, вот, дальше здесь, значит, первое, вот, квик-меню management, а потом идет секция, все, main-меню management. Это вот тоже меню, где полоска черненькая бегает, да, если она упирается, а пункты еще есть, то скроллим возникает, да, а количество, значит, пунктиков в этом меню задано вот здесь, где-то, прямо в этих, main-меню items там, вот здесь 7 штук. Если делаете 8, соответственно, когда будет нажимать кнопку, она будет еще на одну строчку опускаться. Ну, вот, здесь 9 и так далее. Здесь просто зависит какими параметрами. Я это меню использую, я написал свое, но оно у меня чуть-чуть понавороченнее работает, чем у них. Но идея, в принципе, похожа. Этот код, в общем, можно оставить просто без изменений. Копируйте в свой проект или оставить, или воспользуйтесь этим. А здесь, собственно, если вы сказали, что у вас будет не 7, а 9, то, соответственно, здесь вам надо будет дописать, сюда, видите, здесь не 7 и закончил. В этот кейс дописать 8 и 9. Что будет, если будет 8, то будет ACD будет 9. Куда пойдем? Ну вот. Кроме того, соответственно, какие еще понадобятся изменения в этом меню. Вот оно меню. Ой, сори, из класса, да, индекс, меню, маск, дальше, что там, это, собственно, полоска, это, это поле берем, и, значит, в классах, его разыскиваем, вот они, собственно, пунктики. Дописываем сюда свои пунктики. Потому что я, например, сделал по-другому, так как код мой, я писал сам, не глядя в их, потому что у меня тогда еще не было шпаргалки. У меня во всех строках этого меню одинаковый класс везде. У меня во всех строках, соответственно, одинаковый набор этих пунктов. Я сделал. Мне так было удобнее. Кажется, сделаю хитро. У них три разных класса в зависимости от строчи. Видите, main.txt.top, main.txt.middle и main.txt.bottom, да, нижняя строка. И они зато, у них там одно и то же число внутри их хранится. Индекс, меню, маска. Одно и то же. Они инкрементируют только это число. И, соответственно, из-за того, что у них в разных классах написано чуть-чуть сдвинутые строки, у них отображаются разные пункты при одном и том же значении этой перемены. Я пошел другим путем. Я сделал один и тот же класс с одним и тем же набором этих пунктов в меню. Но зато у меня разные переменные подложены. Соответственно, я когда перехожу в эту маску, у меня первая переменная показывает как есть, вторая это первая переменная плюс один и третья это первая переменная плюс два. Соответственно, у меня получается опять же три разные строки. Я инкремент делаю только одной переменой. Они сразу с тремя работают, а я это самое, в смысле, они с одной переменной, а я получается с тремя переменными работаю, но так как у меня есть формула плюс один, плюс два, то она все равно получается работать с одной переменой. Ну, в общем, у нас с ними чуть-чуть разный подход, но я посмотрел, как идея, как движение и скроллинг, она, в общем, получается почти идентична получилась. Видимо, тут единственное правильное, ну, не единственное правильное, но такой оптимальный пункт, оно, в общем, очень похоже, по-любому. Поэтому проанализируйте код, легко создадите это меню, основу можно сделать готовое, просто переписав там девайсы в классе, на там насос один, ну и так далее. То касается, допустим, масок с алармами, тут, может быть, не документировали чуть-чуть, собственно, весь вот этот аларм-монажем здесь живет, в принципе, в двух масках. Маска, которая показывает текущие активные тревоги и маска, которая показывает журнал. Вот. Вот эти маски, они говорят, просто анализ идет, если масок нет, нам показывают эту маску, а если есть, значит тут. И здесь тоже нет, нет записи в журнале. Соответственно, если наш код обнаружил запись в журнале, он показывает нам эту маску. А если не обнаружил эту, в общем, здесь элементарно. И здесь просто сбрасываются тревоги. То есть мы здесь листаем, листаем, листаем эти тревоги, они здесь меняются в одной и той же маске. И когда там код наш уткнулся в последнюю записанную, там выполняется команду go to next mask. И нам показывают пресс-аларм там 3 секунды, чтобы сбросить там все тревоги. А здесь еще интересная фича есть, она такая не очень прозрачная, на первый взгляд. Если использовать встроенный alarm management, ту базу данных, да, и user.vz там выбрать пунктики, да, и вот этот вот готовый написанный код, здесь можно вот из этой маски, из этой маски, здесь можно той же самой комбинацией, вот такой вот, ну, держать аларм 3 секунды, можно сбрасывать ту тревогу, которая выделена в данный момент. Вот, которую вы сейчас долистали, активная тревога там, насос сломался, да. Можно нажать, аларм прямо здесь, он сбросит только эту тревогу. Потому что там есть две, две похожие системные эти функции. Одна, значит, reset single alarm, другая, по-моему, reset global alarm, называется, что-то типа того. Здесь просто одна функция используется, а здесь другая. Я вот этой функцией, синглом, не пользуюсь, пользуюсь только global. Зачем мне это надо? Постучно их сбрасывать. То есть я немножко модернизировал этот код, в принципе, за основу оставлено все то же самое, переведено на русский язык, но сингл аларм не сбрасываю, потому что у меня там вообще подход немножко к алармам изменился, я немножко по-своему, как обычно, все сделал, может быть, неправильно, но у меня там все тревоги авторизации везде стоят, а сбрасываю я их совершенно в другом месте. Поэтому здесь, как бы, комментарии минимальные. Ну, с этим, у них какие-то уставки заготовлены. Такое, еще одна, еще один экземпляр от такого меню, в принципе. И переходы, вот, организованы сюда. Часы, там, минуты. Вот. А в... Помните, я выбрал функции экспорта-импорта параметра? То есть, у нас где-то маска для управления этой функцией реализована. Здесь, значит, выбираем импорт или экспорт, полимать. Видите? Выберите экспорт. Здесь выбираем флешка или внутренняя память. Здесь индекс этого файла назначаем. Файл сам назначается экспорт. Здесь просто текст списан. А на стороне сестра, так же, там просто строчное, ну, строковое значение. А здесь просто индекс-то поменяем. Сказать, что файл будет называться экспорт такой. Вот. Можете переписать имя файла, если она вам не нравится. Вот. Тогда и надо с той стороны тоже переписать на сестра-течек. Вот. Дальше подтверждаем или не подтверждаем. Все. После того, как мы нажали, мы переходим на эту маску, и нам здесь пишут. Что? Результат. Значит, тут просто вот в этом классе описано результат. Операция выполнена. Несуществующий мир файлов. Нет доступа к диску. Это всегда бывает. Если вы, допустим, подключились к компьютеру вот USB кабелем, и хотите там сделать что-то с его память внутренней, он вам напишет Canada Access Disk, Canada Access File. В общем, это все возможные результаты этой операции здесь причислены. Самая лучшая, вот эта 99-ая, по-моему. Unknown Error. Это замечательно. Пока еще я сам ее ни разу не видел, чтобы она вылезала. Но когда она вылезет, честно говоря, я не знаю, из-за чего это случится. Что, в общем, полностью соответствует ее названию. Все, что я говорю, это, собственно, емкий журнал. Но смотрите, доступный для просмотра. Вам придется это сделать самостоятельно, не писать. Потому что здесь функция, которая читает эти тревоги. scroll down, так, scroll up, reset single, вот она, это, по-моему, reset alarm, там они все описали. Внутри там какая-то используется, готовая. Вот, reset alarm, это системная функция. А, есть, по-моему, reset alarms, reset global, ага, и есть alarms тоже, видите, такое не очень очевидное различие, да? Одна alarm, другая alarms, это системный, где-то alarm lock, это здесь счетчик, собственно, сколько всего, да? И здесь, 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 функция, собственно, вычитывает оттуда из журнала этот, из этого массива, значит, вычитывает. Я думаю, что, если вы хотите увидеть вообще весь разом журнал, где-то в одном месте, первую активную он покажет сам. И, когда вы переходите на alarm, на журнал, последнюю записанную, он тоже вам покажет сам автоматически, этот код это все сделает. Если вы зачем-то хотите увидеть весь этот лог в одном месте, ну, тут, в общем, надо будет пошлить. А, здесь они перелистываются, это все перелистывается. Ну, он как, он, когда вы переходите на лог, он показывает последнюю записанную, да? Дальше вы откатываетесь назад. Я просто думал, что требуется зачем-то показывать весь лог одним, ну, стопкой. Это можно, в принципе, сделать. Просто надо сделать как? Здесь, так как здесь циклы не поддерживаются, внутри, вот, си маска, надо на стороне систрадыча какой-то цикл сделать, который вычитывает, который вычитывает эти, эти, эти алармы, в общем, придется поставить такой, знаете, будет обмен лохорадочный, между си маском и систрадыч, там эта функция будет обменяться, она будет вычитывать и писать в какой-то массив здесь уже в стороне, на стороне этого самого, си маска. Он будет заполнять какой-то массив, а потом вы этот массив какой-то маски покажете. Вот, когда они сделают поддержку цикла здесь прям, тогда это может быть еще проще сделать. Дебаггер. Но дебаггер здесь только статический. То есть здесь можно посмотреть, что вы завояли с интерфейсом. Ну вот. Вот. О, видите, он застрял. Сейчас мы сюда впишем, минус один. И он оживет. Так. Почему, оттуда, с чего я взял, что здесь надо написать минус один? На самом деле, я взял это вот отсюда. Здесь, если мы начнем изучать этот код, то в самом начале написано вот это вот. Это действие только в шаблоне, естественно. Поставьте вот эту переменную минус один. Тогда он там. Там просто алгоритмы завязаны. То, что там не будет минус один. Если будет минус один, с этого он стартует. А если она больше, ну, отличается от минус один, он ждет, когда перезагрузит там контроллер. Поэтому я это не сам придумал, я это просто прочитал здесь. Вот, когда вы запускаете здесь дебаггер, вот этот шаблон, так, чтобы, когда вы сделаете свой интерфейс, то есть у вас этого, ну, вероятности 99% не будет. Но здесь, ну, у вас, у вас, кстати, когда вы включите первый раз этот дебаггер, может не видно быть вот этой таблице. Здесь у нас есть кнопка загрузить, показать все переменные. И вы находите idLang, вот она в начале. Говорит, что она будет минус один. И вот это, видите, и страничка поменялась. Все. Дальше, пользуйтесь ее традиционным образом. Ну, вот. Но, здесь надо учитывать следующее. Почему у меня сейчас так прошел нулевой пароль, да, например? Потому что пароль заднего помолчания не применился по причине того, что он там на стороне сестра-то еще сидит. У этого симулятора нет со стратегией никакой связи. Если вы хотите имитировать, что будет, произойдет при изменении той или иной переменной, вы должны, соответственно, просто переменной, которая стратегии как-то влияет на интерфейс, на его изменение, там, отражение и так далее, вы должны просто поменять руками здесь, вот через эту вот таблицу. Если вот все переменные, которые сидят в сестра-дущей, они там и сидят в сестра-дущей. А здесь они все, по-моему, на старте нулями. Поэтому, если у вас там есть какие-то зависимости от стратегии того поведения этого интерфейса, вы должны, значит, здесь найти этим, ну, желательно, воспользоваться фильтром, да, и поставить правильное значение здесь. тогда у вас здесь будет что-то видно. Потому что реально связи никакой со стратегией здесь нет. Допустим, у нас есть переменная, которая говорит, что если она, скажем, 0, то эта маска видна, в нее может перейти. А если она 1, то она не видна. Ну, или наоборот. Так вот, воздействует только один способ, взять в эту таблицу и исправить. Вот как я вначале 1м. Когда это произойдет, когда вы можете это увидеть, просимулировать. А само оно, даже если вы запустите стратегию счастья, оно само сюда не передаст. Потому что нижнюю никакой связи нет. С этим ничего не поделаешь. Таковая идеология. Здесь, видите, сделано как logout. Я набрал пароль, и сейчас уже мне никто не спрашивает пароль, потому что она его запомнила. Вот. Чтобы выйти отсюда, чтобы она забыла пароль, надо сделать logout. Здесь она спрашивает, а, хотите? Мы говорим, хотим. И следующий раз, по идее, должна спросить пароль. Но там есть автомат такой же, который засекает время, сколько вы нижали кнопки, этот logout выполняется автоматически. Это выход из зоны, закрытый паролем таким-то, которые вы зашли. У моих решений в свое время было сделано вообще по-другому. Никаких logout'ов не было. Просто ты зашел, допустим, набрал случайно пароль там самый низкий, да, уровень, тебе не хватает там пунктов. Ты заходишь снова, значит, нажимаешь PRG, сюда, попал в меню, не хватает пунктов, ты у меня был сделан, держишь PRG еще 3 секунды, и это logout, и ты снова попадаешь в форму набора пароля. В мануале писал, но не все его читают, поэтому не все могут догадаться, что это можно сделать. Здесь ребята пошли простым пунктом. Он взял, logout, а это даже правильно. А вот это quick mini. Здесь включаем, выключаем. Здесь, значит, вставка. Здесь, значит, info. Если хотите, аналогично основному, можете сюда добавить пунктиков, никакой проблемы нет, в коде там изменяется циферку с 3 на 4, например, и добавляйте пунктик в меню. Просто подкладывайте еще одну картинку, например, там, рисую всю эту фонку. Насчет того, что, допустим, сделали, вы там две кнопки одновременно нажимать, здесь их никак не нажать одновременно, да. Вот здесь внизу, так же, как в веб-интерфейсе один в один, говорите, что я хочу нажать кнопку Alarm и Program, и жмете Simulator на вот, Alarm Pro. Светодиодами здесь можно управлять погибче, здесь есть вот Set LED Status, видите, здесь номер светодиода, как обычно, да, а второе, еще, видите, есть два, есть 0, 1 и 2, он еще медляет. Можно посмотреть в Help'е, Set LED Status, по-моему, называется, вот, Off, On, Blinking, и плюс, здесь еще есть функции, которые управляют вот такая функция, Set External Display Mode, там, по-моему, можно яркостью дисплея управлять, Backlight, выключать, вот она, Backlight Timer, ну, в общем, на этом с Simaster'ом у нас все. да, Продолжение следует...